Установим. Зачем здесь рисков находится? Скажите, пожалуйста. У нас что, уголовный процесс? Не, просто я просто поняйте, конечно. Мы уже это проходили, я вам объясняю. Понимаете? Будут составлены еще один протокол. Давайте опять. Давайте ваши законные требования. Для того, чтобы разрешить съемку, должны говорить садатай. Где они, во-первых, их опубликовали? Вы когда-то что делали на виде съемки? Мне не надо податай, чтобы пользоваться законом. Мне этого не нужно. Я уведомила Славу Владимировну о том, что я буду вести видеофиксацию, в целях того, чтобы потом, в дальнейшем, если мне не устроит судебное решение, соответственно, приложить доказательства своих к апелляционной жалобе. А поскольку она их нарушает, то есть она недосудебное заседание не хочет проводить, я не знаю, как так можно дело рассматривать, соответственно, я снимаю просто ее нарушение. И в дальнейшем, когда мы вступим с ней в право отношений, вообще будет вот Оксана меня, меня в отношении, меня вести видеофиксацию. Вы, пожалуйста, мне не объясняйте, я вам просто объясняю, что съемка запрещена. Кем запрещена, Денис, с кем запрещена? Вы, председатель суда, все это решаете. Вы, председатель суда, у нас что, законодательный орган? Ну что, законы изменил конституцию? То есть правил определенных поведений в суде, я могу с вами вас ознакомить с ним внизу. Правила для физических лиц, а я женщина, понимаете? Буду взаимодействовать в 100-х статусе человек и гражданин. И это вы для меня, а не я для вас. Это я вам буду тут правила диктовать. Слушайте, вы уведомли, я предупреждаю, что будет составлен пропаганку. Да хоть 10 протокола. Либо сейчас выключайте, и мы начинаем судебно заседать. Нет, выключать я не буду, потому что вы уже изначально хотите действовать в интересах ответчиков. Потому что вы отказываетесь соблюдать норму профессионального права. То есть подготовки, как я поняла, не будет, ничего не будет. Я не знаю, как вы будете дело рассматривать. Вы закон не определили, на основании которого вы будете вообще процесс проводить. Как я буду свои права защищать? То есть мои права могут быть нарушены федеральным законом. Я понятно говорю, пожалуйста, приступы. Поскольку у нас участники процесса не подчиняются, непосредственно... Незаконным действиям судьи, я договорю. Нет, подчиняются именно тому, что в порядку судебных заседаний, поэтому... Так судебные заседания не открыты еще. Судебные заседания не открыты. А вы не даете его открыть, и вы вообще слова не имеете права, если вы просто слушаете. Вы пришли и слушаете. Хорошо. Ну что? Открывай. Я просто буду снимать, я не знаю, кто вам дальше пойдет. Оксана Геннадьевна, я вас предупредил, что у вас будет составлять протокол. Соответственно, у нас три часа старая. Исполнение распоряжения. Все, это может мне не снять, я вам тоже объяснила, я вам в несколько раз, что приду. Вот, Оксана Геннадьевна, возьмете и будете вместе с ней составлять протокол. А я здесь при чем? Ваша часть, я только вас жду. Либо удалять зал суда, либо протокол будет составлять. Вот как раз мы и снимаем, что вы будете удалять нас, понимаете? Мне это и нужно заснять, как сейчас ты будешь удалять меня в зал судебного заседания. Просто человека, который пользуется своими правами, изложенными в Конституции, федеральных законах. И буду снимать твои незаконные действия, а потом пойду к прокурору Кабакова, а возможно и Костенко на прием. Я обязательно еще в Москву поеду, потому что вы уже достали свои незаконные действия. Конечно буду. Вы не только дух этим поднимаете, когда свои незаконные действия тут осуществляются. Оксана Геннадьевна. Я не Оксана Геннадьевна. Можете ко мне обращаться как заявитель просто. Я заявитель. Оксана Геннадьевна, пожалуйста, я вам еще раз говорю. Оксана Геннадьевна, пожалуйста, я вам разъясняю, что вы вправе вести видеосъемку после заявления вам ходатайства с разрешения председательствующего. Мне ваше разрешение не нужно. Да, вы просто препятствуете тому, чтобы мы начали судебное заседание. Вообще не препятствую. Нет, я не препятствую. Можете его открывать. И разрешение вам председательствует вести видеосъемку пока нет? Да, вы превышаете сейчас свои полномочия. А это 286-я статья Уголовного кодекса. И у меня есть право не выполнять ваше преступное распоряжение. Этим право изложено в 42-й статье Уголовного кодекса. Я не хочу выполнять ваши незаконные действия. Дайте ему письменное тогда распоряжение, мотивированное. Почему мы не имеем права снимать, и вот тогда он меня может удалить с вашего письменного. А так вы просто манипулируете сейчас сознанием судебного пристава и его рука разрешаете незаконные действия. Мне ваше согласие не нужно. Где это написано, скажите? Это написано в норму. Там идет про журналистов и те, кто будут присутствовать в зале судебного заседания. Чтобы мои права не нарушать и мою частную жизнь. Это же все там написано. Я вам все же в уведомлении о видеосъемке написала. И написала, что я буду и до начала судебного процесса, и после, и во время вести видеофиксацию. Просто чтобы ваши действия. Потому что уже к пустовому раз сходили просто так, без записи. Вот сейчас такая, вы прекрасно знаете мою ситуацию. Вы возвращали мою частную жалобу. Поэтому больше никаких вот этого, что там удаляют судебного заседания просто так. А потом я как буду это доказывать? Вот я сейчас и включила. Пускай удаляет, если вы хотите. Вы сейчас сказали, что вы меры подпринял? Пускай удаляет. Вот я потом выносите, что-то там свое определение. Я буду его обжаловать тогда. На каком основании? Ваши права. Открываем судебное заседание. Не забудьте спросить, доверяете ли вы суду? Порядок никто не нарушал. Порядок судебного заседания определен нормам гражданского подстального хода. У нас нормы есть международного права. Я могу удалить саму судебного заседания, составить протокол. И эта международная права, она выше всего всего этого закону. Отношение вас тоже будет составлен протокол на три части. Мы очень рады. Вы уже составили. Да, еще составили, да. Когда я стал судебного заседания, поскольку данный, естественно, рушает порядок. Заявитель. Факция меня не слышит? Я не акцент. Я не акцент. Вставай. Покитал судебного заседания. Я не могу составить. Я не могу покидать. Я пришла. У меня есть вот это. Ваши физическая сила. Вы можете только тогда ее, а я вас предупреждаю, что я имею право на самооборону, потому что вы физическую силу можете применять только тогда, когда я совершаю административное правонарушение. Сейчас какое административное правонарушение я совершаю? Нет, я просто, чтобы вы мне объяснили. Может быть, я чего-то не понимаю. Распоряжение в судне, оно незаконное сейчас. В ваших там законах написано, что если я что-то как-то может агрессивно себя веду, какое-то административное правонарушение совершаю, тогда вы можете применять физическую силу. Я вас предупреждаю. Будет составить такого иначе, что если вы не понимаете, вы слышите. Вы меня понимаете? Ваши действия незаконны сейчас. Я не буду выполнять. Конечно, я обязательно буду. И написано заявление о привлечении вас к уголовной ответственности по статье 286 Уголовного кодекса за превышение ваших полномочий. Я ничего не понимаю. Потому что вы почитайте сначала свои законы. Там все это прописано. Какое, я еще вас разспрашиваю, что я сейчас незаконного, что сейчас такое административное правонарушение я совершаю? Вам сказали, пожалуйста. Я вам еще раз вопрос вам задаю. Я не помню, Денис. Как, вот, уже честное слово, уже сколько можно? Вы когда-нибудь вообще будете читать то, что написано в законе. Законы написаны для должностных лиц, чтобы вы выполняли права человека и гражданина. Вы вставайте, пожалуйста. Я никуда не буду вставать. Ну вот, бери тогда, вот, собирай мои вещи и тащи. Вот я и хочу это снять, что меня сейчас будут удалять, да. И сумку, и сумку не забудь. Сумку не забудь, да. Что у тебя руки трясутся? Что у тебя, что у тебя руки трясутся? Я ничего не трясусь. Ой, дурак. Ну, сейчас будет тебя. Будет. Будет, что мне будет. Давай. Снимаете сюда? Конечно. Конечно. Я никуда не буду выходить. Ну что, вы меня обнимаете. Я замужем. Вы что ко мне пристаёте? Я замужняя женщина. Я замужняя женщина. Руки, пожалуйста, свои уберите от меня. Не надо меня лапать. Что, маньяк что ли я не пойму? А чем вы меня лапаете? Собирайте вещи,red�戰ных,석ендую датюк . Цирк, это вы устраиваете. Вы цирк устраиваете. Манипулируют сейчас вашим сознанием. Она сначала раскрыла. вам дает незаконное распоряжение вы их выполняет для чего то потому что ты выполняешь незаконное распоряжение письменно бумажки подпишет какие законы каким законом она руководит я никуда не буду уходить ничего я не буду я пришла мое исковое заявление ничего не буду я собирать не буду не буду вот она видит там сидит и смеется как вы будут меня лапаете видите я буду замуж не женщина что вы ко мне пристаете я не не слышу руки убери от меня я сказала руки свои все прекращайте видеосъемку тоже забирайте ваши вещи вставать не надо меня хватать хватать меня не надо покиньте заберите ваши вещи покиньте зал сюда это незаконно закона можете обжаловать незаконно да а конечно обжаловать и прокурору конечно и на каше колени на 4 это вообще вы к ним не имеете отношения вообще к колени на 4 вы вообще никаким образом это не законные требования да незаконно да нет вот для вас вы друг другу и применяйте свои незаконные требования на каком основании а еще даже судебное заседание не открыто ничего я не срываю нет судебного заседания ваше это незаконные хотелки распоряжение нет это ваша это ваша обладаешь обладаешь правила суда не могут противоречить конституции и федеральным законам ваше правило правило не могут вам полномочия должны передать судья затребуйте письменное определение от судьи тут нет судебного заседания устные вы имеете право не исполнять вы мне зачем это вообще говорите я с вами не общаюсь для того чтобы вы знали я не лицо я не лицо если у вас тут лица, ноги, руки, носы, уши, головы но я не лицо судебный процесс не открыт сейчас все происходит незаконно убирайте съемку забирайте ваши вещи выходите пожалуйста мы слышите, нет? это незаконные требования ради бога закон незаконный я вас предупредил уже вот он, вот он, вот кидайте зал все понятно вам нет? в отношении вас будет составлен протокол руки, 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 руки я уже все сказала, можете обжаловать спускайтесь, спускайтесь из зал спускайся, тебе надо, ты спускайся, мне не надо никуда спускаться вы уходите или нет? это мой телефон покиньте зал так, Светлана Владимировна, давайте хватит уже честное слово я вам еще раз говорю не будут ничего нарушаться это просто я для себя веду видеофиксирование видеофиксацию что вы молчите? будете открывать судебное заседание? почему вы запрещаете в отношении меня вести видеофиксацию? сейчас Оксана в отношении меня вела видеофиксацию вы запрещаете что вы мне еще будете запрещать? ну что это такое? вы же понимаете, что ваши действия сейчас незаконны ладно, вот так вот ложу открывайте ваше заседание вы можете вести ауну? нет, я буду вести видео вот так, потолок только теперь вас никто не снимает да я не мне не надо ходатайство это мое законное право вести видеофиксацию я подозреваю вас в коррупции это все по закону о противодействии коррупции ваша деятельность публично публично Денис пускай Оксана пройдет ну она же без камер ну что ты начинаешь? ну правда уже, нам надоели они не удалились их удалили вы видели давайте судебное заседание является открытым рассматриваем включила составляет протокол мы только судебного заседания два протокола готовы уже да это можно сказать в отсутствие пишет протоколы сейчас сейчас будем всё фиксировать в отсутствие составляет то есть в отсутствие вы нас составляете протоколы правильно? в отсутствии вас когда они тут находятся со мной да вы вы ушли в судебного заседания и тут уже составляете протоколы вы в своем уме что ли вообще? или как да плохое без нас составляете протоколы. Правильно? А зачем вы в отсутствии нас составляете протоколы? Вы должны были подойти и сказать, что так и так. Сейчас будет. Минутку. Минутку. А кто снимал? А у вас сколько протоколов? Два протокола. А почему два протокола? Потому что вы ругались вражание и довольствились в процессе. И что это? По какой статье вы там составляете протокол? Это ваше субъективное суждение. Никакого недовольства не было. Короче, без нас составляет протокол. Замечательно. Вам что, предупреждать не надо, что будет в отношении физических лиц протокол составляться или нет? Вы молча, что ли, это будете делать? Я вообще не понимаю. Тебе замечание сделали? Ты можешь сейчас сказать вообще, что ты делаешь? Нет, он ничего не будет говорить, как видим. Он просто молчит. Зачем ему это нужно? Ну как ты его составляешь без нас? Я что-то не поняла. Как ты его составляешь без нас? Ты мне вот это можешь объяснить? Ты почему его без меня составляешь, я не пойму. Я в судебном заседании, ты тут его уже составляешь. Да я только пришла сюда. У тебя уже вот все готово. Вот она у тебя лежит. Вот я вижу на столе. Как у тебя? Ты когда меня предупреждал, что ты его будешь составлять? Ты мне скажи. Так мы сюда еще не вышли. Мы когда пришли, ты должен был сказать и все. Конечно, я выложу сейчас тебя. Пускай тебя посмотрят. Обязательно выложу. Она не может быть свидетелем. Она заинтересованное лицо. То есть устно только, да? Нет, не устно. Будет объяснение. Объяснение будет, да? Да, конечно. Объяснение. Она не может быть свидетелем заинтересованное лицо. Она работает. Вот так и напишите в вашем объяснении, в чем проблема. Так, скибила. А я сейчас... Вот, я ее напишу. Она является заинтересованным лицом. Да. А она будет вообще вам объяснение-то давать? Вы хоть у нее спросили? Как она Андрея или Евгеньевна, я не понимаю? Или Андреевна? Евгеньевна Андреевна. А как она будет? То есть на данный момент, например, в письменных объяснений, вот этой скиденной... Нет, отсутствует. Правильно? Так же зачитывал в статье 25. О, нет, нет, нет. Не надо это уже зачитывать. Ты это должен до начала вообще этого был. Ты до начала того, как протокол. Сколько можно говорить? Разъясняет он права теперь. Это сделается до того, как ручка поднесена к протоколу. Не разъясняет. Без нас составили, теперь он права разъясняет. Я составил, теперь он права разъясняет. Молодец какой. Да умничка просто. Пять я тебе ставлю. Неси дневник. Все составили молча без нас. Теперь он пришел права разъяснять. Сколько можно одно и то же? Когда вы находитесь здесь и в зале судебного заседания... Ну и что, мы в зале судебного заседания. А ты тут на первом этаже составлял протоколы. Где я с тобой находилась? Я с тобой на бронершат не пила. Где я? Сейчас фиксирую, да, что ты не разъяснил права. Как всегда. Все одно и то же. Одно и то же это у вас. Как были неграмотные, так и остальные. Ничему не учитесь. Во-первых, я не Оксана Геннадьевна. Это во-первых. То есть протокол ты составлял без меня, не предупреждал. Правильно я поняла? Пока я в судебном заседании. Зачем ты мне сейчас? Когда вот заполнил протокол, вы видите, он составил мне теперь права. Ты мне теперь права объясняешь. Правильно? Права ты будешь лицу физическому разъяснять, но не мне. У тебя полномочий таких нет. Понятно? Не надо мне их зачитывать. Ты их должен был до того, как у тебя ручка к протоколу, разъяснить и сказать, что ты будешь составлять протокол и разъяснить права. Ты его молча там сейчас накляпал. И теперь ты мне его подносишь и рассказываешь мне о каких-то правах. Правах? И что, что я была на судебном заседании? И что я фиксировала? Я должна выйти, ты должен сказать, что сейчас будет составляться протокол. Ты его молча, пока я в судебном заседании составлял. И мне уже дал готовый. Это нормально вообще в твоем понимании или нет? Напишите, что вы не согласны и все. Я, конечно, сейчас все напишу. Так, у тебя тут свидетель указан. Свидетелей нет, его объяснений тоже нет. Сейчас ничего тут не приложено. То есть свидетелей нет никакого. Ты его составил, а потом вы уже после составления протокола будете туда прилагать объяснение. Правильно я поняла? Вы указали свидетеля. Но я не вижу свидетеля. Вот посмотрите, его нигде нету. Свидетеля вот нигде нету. Я вам еще раз говорю. Вот я про свидетеля, который вы указали. Где этот свидетель? Я не знаю, кто это Сытина, это кто. Я не знаю, ознакомьте, я хочу посмотреть. Вы можете это все обжаловать. Я еще вас раз спрашиваю, где свидетель? Где объяснение свидетеля? Оно отсутствует. Где они? Покажите. Нет, где нет их. Вот свидетеля. Покажите объяснение свидетеля. То есть секретарь, заинтересованное лицо. У вас свидетель и объяснение нету, да? Не надо меня перебивать. Я не с тобой разговариваю. Отойди отсюда. Отойди отсюда. Так, сейчас объяснение потом будут приложены. Правильно я поняла? Правильно. Все. Отойди отсюда. Я вообще не с тобой разговариваю. Вам ее выдаст сейчас на руки или в течение трех дней по почте? Я еще не заполнил. Да я еще не заполнил. Сейчас я буду заполнять дальше. Я тебя просто спрашиваю сейчас. Где показания объяснения свидетеля? Я свидетелей тут не вижу. Нету никого. Свидетель по вашему заинтересованному слову находится на судебное свидание. То есть она ничего еще не написала, правильно? Вы ее сами за нее решили, что она будет свидетелем, правильно? Подождите. Где она написала? Покажите. Вот же вы ознакомитесь. Я не видела, чтобы она писала. Она на судебном заседании была. Когда она их писала? Я не видела. Я была на судебном заседании. Не видели. Правильно. И она была с нами. Сытина. Сытина была с нами. То есть когда она вам объяснение-то написала, я не пойму. Тебе что нужно от меня? Я не пойму. Я с тобой. Ты что ли протокол составлял? Тебе что надо? Что тебе надо?